Медиатехнология Редакция Ни в чем не нуждалась А редакция Это же обычно В хорошем смысле аутисты и интроверты И вся работа Заключается в том, что ты их В среду собираешь И спрашиваешь, ребята, что вам нужно Да, ничего Ну и это Продолжается Кроме того, естественно, существует вопрос денег Потому что Так вышло, мы это обсудим гораздо Более глубоко В течение сегодняшнего дня Но так вышло, что Деньги наши читатели В общем, не очень хотят платить За что-либо И существует девальвация Отношения к медиа Они как-то проникают Вокруг Но кажется, что если бы их все Выключили, то их бы Никто не заметил бы А на самом деле это, безусловно Не так Просто я надеюсь, что Ни в России, ни в Беларуси Не дойдет до такого эксперимента В конечном итоге Вот Значит так у нас Тут Кажется, вот так или надо Так Раз Ага Значит, и мы Мы с вами обсудим медиа Не как что-то Очень теоретическое Да А как то, что Я называю медиа В узком смысле На самом деле В нашем прекрасном Союзном государстве Не существует таких медиа В полной мере Да Но по идее Мы должны к этому стремиться Что я имею ввиду? Я имею ввиду, что Допустим Медиа не должно Иметь или рассчитывать На какую-либо поддержку Государственную Или не очень, например Да Для российской медиасистемы Это был бы удар, конечно Если бы забрали Российскую Государственную поддержку Вот Но тем не менее Это безусловно так Медиа должно Уметь выживать Оно должно понимать Что ему Чего требуют от него Читатели И должно Либо Сделать это Либо сдохнуть Ну Третьего Не дано Это честно Понимаете Вот Я поэтому пытаюсь Свести это К какому-то узкому смыслу Хочу Разговаривать Сегодня Серьезно Про то Что Мы поговорим Именно О Не о том Как извернуться Не о том Как продлить Своё существование А о том Возможно ли Такая ситуация И вот Я бы не пошёл Забыл Если бы не верил Твёрдо Что она Возможна Когда Медиа Не только окупается Но и существует Как коммерческий продукт И при этом Ощущает Что живёт В общем-то Не зря С таким коммерческим продуктом Что этот коммерческий продукт Он нужен Вот И я В этом Твёрдо уверен Потому что Допустим Сегодня Вот в 4 часа ночи Я Дописывал Технологическую Рассылку И разбирался В том Как Саудовские Миллиарды долларов Повлияет Логическое развитие Человечества И оказалось Что ого-го Как повлияют Вот И оказалось Что Людям Эта тема Как ни странно Ну вроде бы Она мало К ним относится Но как ни странно Она к ним интересна Потому что Она им интересна Потому что Я зашел Через несколько часов В нашу Админку Посмотрел А там Вот 100 новых подписчиков Которые теперь будут Каждую неделю Получать Эту Рассылку Значит И мы еще Конечно Должны Вот это очень часто Забывают Мы должны Страховать Рыночные риски Что это означает Если мы говорим Что мы Медиа Работающая По рекламной модели Это означает Что если рекламный рынок Рухнет То нам будет плохо Это означает Также Что мы Приложение К рекламной модели Мы приложение К рекламным площадям Если над этим Очень долго думать То можно Неожиданно Обнаружить Ужасную вещь Что например Такие метрики Как просмотры страниц И здесь я Вот Как было бы хорошо Если бы Николай был прав Что допустим Забел не стремится К просмотрам страниц Да Вот Конечно же Нас Нас очень радует Когда мы там Бьем один рекорд За другим Но Для нас Супер Например Важно Чтобы Эти ребята Входили В какую-то Аудиторию Которую мы знаем Как монетизировать И которая бы понимала Что ее монетизируют И понимала Что это делают честно Вот Для нас Это один из самых Крепких орешков Как это Разгрызть Ну потому что Условно говоря Мы начинали Если вы поройтесь В заявлениях Там Годовалой давности Мы начинали Как такой Ресурс Для Global Russian Чтобы Под этим Не подразумевалось Но под какими-то Для каких-то людей Которые Например Используют Свой загранпаспорт Чаще чем раз в жизни Да Вот Которые Стараются Заработать Больше Чем может быть Им именно В данный момент Надо А там Вкладываются В свое образование Будущее Карьеру И так далее И тому подобное Но если мы На себя честно Посмотрим То допустим В России Со 140 миллионным Населением Ну таких людей Ну сколько Человек Наверное 1300 примерно Если честно Совсем Если отсечь Каких-то там Пассивных Получателей Дохода В виде чиновников Если отсечь Там еще Кого-то Еще Кого-то Ну таких вот Прям активных У которых Шило в одном месте Их не очень много Для нас Это означает Что либо Мы придумываем Как Как ограничиться Тремя стами Тысячами Либо мы Придумываем Как Влиять На Какую-то Смежную Группу Так Чтобы постепенно Превращать Ее В нашу Аудиторию Это очень Больной Вопрос Вот И мы Про это Конечно Тоже Хотелось бы Про это Поговорить И Особенно Хотелось бы Поговорить О том Что Существует Прежде чем Я продолжу Существует Очень много Вещей Которые Кажутся Нам очевидными И которые Как только Мы Перестаем Критически Их Воспринимать Они Ловят Нас В ловушку Из которой Мы уже Не выберемся Это Например Ложная Дихотомия Когда Ты говоришь Ты Либо Рекламное Издание Либо Ты Например За Паеволом Сидишь Ну Не бывает Такого Во-первых Могут быть Гибридные Варианты Во-вторых Ну Какой Паевол В Белоруссии Или в России Все Эксперименты По факту Провалились Так или иначе Вот Ну то есть Существуют Люди Которые приходят На конференцию Говорят У нас Паевол Но На деле Если ты Начинаешь Копать Устроенные Они Ну как минимум Гораздо Сложнее Допустим Ведомости Им же надо Кому-то Показывать Рекламу Часов Дорогих Рекламу Дорогих Часов Считается Что Ее надо Показывать Двум Миллионам Человек Из 140 Миллионов Человек И тогда Может быть Что-то Не бывает Так Чтобы Обязательно Человек Который Хочет Купить Дорогие Часы Был Обязательно Подписчиком Ведомостей Все это Рушится Поэтому Существует Условно Говоря Две Газеты Ведомости Одна Для тех Кто Заходит Яндекс Новостей И читает Новости Не осознавая Что он На ведомости Пришел А другая Это Там Комьюнити Какое-то И бывает Например Другая История Когда люди Понимают Что они Часть сообщества Что к ним Относятся Как части Сообщества И тогда Даже Хотя Информацию Они привыкли Получать Бесплатно И может быть Не будут платить Мы можем Им предложить Например Встречи С интересными Людьми Потому что Рекомендации Экспертиза Авторитет Это Все то Чем мы можем Гордиться Я имею ввиду Мы как Журналисты Вообще Не как Забел Конкретно А что мы Можем Монетизировать И если Кто-то Умеет Усиливать Новостные Поводы Делать Что-то Важным У того Есть И записная Книжка Которая Позволяет Вытащить Тех Кто Правильно О чем-то Говорит Вот Это Это Очень Важная Вещь Которую Тоже Не Не очень Воспринимают Всерьез Там Третья вещь Заключается В том Что Мы Когда строим Медиа Мы почему-то Постоянно Думаем О том Что Мы Должны Быть Рациональными Что Сидит Такой Человек И думает А почитаю Я Газетку Там Какую Нибудь Или Такой Сайт И он Реально Заходит И вот Он Как-то Там Осознанно Это Читает Но На самом Деле Конечно Никакой Осознанной Медитации Ни у кого Не происходит Я Не знаю Как у Вас А у Меня Руки Сами Вписывают Слово Facebook.com Когда Мне Нечего Делать Я Туда Проваливаюсь Или У меня Есть Момент Который Я чувствую Что я Запомню Его В жизни Я Хочу Поделиться С ним Им С остальными Как Сегодня Было Например С Гигантской Вашей Белорусской Шаурмой Которая На этот Момент На момент Моего Рассказа Собрала Уже Гораздо Больше 100 лайков Гораздо Больше Чем Любая Из Отраслевых Каких-то Вещей Которые Я Писал И Обидно Но И Гордость Есть Какая-то Значит Шутка Шуткой Но Вы Например Понимаете Что Весь Инстаграм И Весь Снепчат Он На этом Построен Именно На Прекрасных Совершенно Вот Этих Моментах Вместе Моменте Передачи Какой-то Интересной Штуки Товарищу Сколько Раз Вы Увидев Какую-нибудь Смешную Картинку Вырезали Ее И Кидали Своим Близким Друзьям Куда-нибудь В мессенджер Потому что Это Кусок Вашего Настроения Этой Картинкой Могла Быть Например Карикатура Из Нью-Йоркера Могла Быть И Там Я не знаю Жаба ПП Вот Это Что-то Говорит О вас Как о Сегменте Аудитории Но На самом Деле Это Очень Важная История Для Медийщиков Просто Они Этого Не учитывают Они Живут В Эпохе Просмотров И про Это Я Конечно Скажу Третий Из Восьми Слайдов И Вот Здесь Мы Уже Начинаем Погружаться Он Посвящен Тому Что Давайте Мы Подумаем На секундочку Что Медиа Это Какое-то Производство Потому что У него Есть Реальное Производство То есть Без Всяких Скидок Без Всяких Метафор Что Подумайте Что Вы На заводе Нет Серьезно Как на Производстве Вам Каждый Месяц Платят Зарплату За что То У вас Есть Какие-то Обязанности Если вы Перестанете Выполнять Эти Обязанности То Со временем Станет Хуже Значит Вашему Медиа Ну то есть Бывают Конечно Какие-то Исключения Однажды Я заболел И перестал Писать В свой Отраслевой Блог Мэйжо Вот И Самая Большая Проблема В моей Жизни Заключалась В эту Неделю В том Что Мне пришло Три Сообщения С просьбой Разместить Рекламу Между Этими Получается Между Ничем Вот И это Тоже Большая Проблема Если Неожиданно Вы Перестанете Писать А Как вы Будете Собственно Откуда Возьмется Тот Инвентарь Медиа Медиа Обладает Регулярностью Оно Гарантирует Это Очень важно Постоянное Качество Контента Как только Вы Начинаете Халтурить Это Замечают Так Или Иначе Пользователи Причем У вас Может Не Упасть Посещаемость В данном Случае У вас Просто Одни Умные Пользователи Заменятся Другими Менее Критичными Пользователями Скажем Назовем Их Так И Часто Не всегда Конечно Но часто Рыночная Цена Этих Менее Критичных Пользователей Ниже Чем Более Умных Это Очень Важно Потому что Это Бьет Напрямую По Бизнесу Медиа Как Производство Если У нас Есть В голове Какая-то Структура Медиа То Оно Должно Уметь Масштабироваться Если Появится Нужда Возьмем Например Прекрасный Медиахолдинг РБК Значит В Девяносто Каком Там Восьмом Девятом Нулевом Году Они Они Завоевали Рынок Тем Что Вместо Продажи Курса Курса Доллара Значит Они Его Просто Повесили На сайт И С тех пор Все Кого Интересовали Доллары Значит Видели Это На сайте Постепенно Ну Так Случилось Сложилось Исторически Постепенно Стало Ясно Что На одном Они Критериально Просто Подошли И Сегментировали Всячески Аудиторию Чтобы Сохранить Множитель Рекламный И Одновременно Расшириться Так Сделал Например Коммерсант Который По факту Уже Много Лет Является Общественно-политической Газетой Совсем Не для Коммерсантов Вот Но Благодаря Оставшейся Вкладке Которая Значит Повествует О деловых Новостях Он Также Может Продаваться Как Деловое Издание Значит Медиа Минимизирует Брак Потому Что Бывает Так Что Медиа Один раз Облажается А после Этого Результат Как От Огромного Журналистского Успеха Ну В том Смысле Что Все Спрашивают А Это Вы Которые Вот Это Не В смысле Успеха По Настоящему Вот Вот Например Блумбергу Сейчас Да Угрожает Такая Слава Когда Они Сказали Что Во Всех Значит Во Всех Материнских Платах Американских Сидит Китайский Товарищ Майор Значит И Передает Все Что Только Можно Значит И Медиа Как Производство Если Уж Мы Притворяемся Такими Поклонниками Тейлоризма Да Который Все Измерял Значит Оно Конечно Подходит С линейкой Ко всем Стадиям Производства Это не означает Что это Какая-то Капиталистическая Ужасная Муть Когда ты Не написал Не знаю 500 символов В день И Все Значит На мороз Просто Надо Понимать Что Идет Не так А Почему Идет Не так А Как Мы Вообще Понимаем Что Что-то Так А что-то Не так Потому Что Вот И Здесь Мы Переходим К Гораздо Больше Конкретики Например К Опыту Забел Например Когда Мы Стали Смотреть Что Собственно Что У нас Даже Не так Когда Я Пришел В Забел То Одна Из Первых Вещей Которые Я Сделал Не Потому Что Это Какой-то Умный Шаг Просто Я Попросил Можно Ли Я Буду Делать Еженедельную Аналитику Чтобы Мы Понимали На каком Мы Свете Я Все Равно Б Ее Делал В Каком То Виде Но Рассуждаем Со Всеми И Действительно Я Стал Это Делать И Там Каждый Раз Появлялись Какие-то Отдельные Слайды Вот И Значит Эти Отдельные Слайды Сначала Были Очень Простыми Сколько Там Условно В лайв Интернете Наши Конкуренты Набрали Там Другой Там Слайд А что У нас Читали Больше Всего Ну Никаких Просто Ну Никаких Прорывов Здесь Нет И Тут Обнаружилась Интересная Вещь Что Те Вещи Которыми Мы Гордимся Они В общем Набирали Не очень Много Такое Часто Бывает И Ты Такой Думаешь Блин Что-то Случилось Что-то Вот Ты Где-то Свернул Не туда Может Быть У тебя Чутье Отказало Не Читают Самые Вещи Которыми Ты Гордишься Вот К счастью Мои коллеги Забел Лиза Осетинская Очень Как сказать Вот Лиза Осетинская У нее Есть Прекрасный Дар По-хорошему Поймите Правильно Я сейчас Неплохое слово Скажу Но Оно Хорошее Осаживать Твой полет Мысли И Фантазии Значит Когда ты Начинаешь Фантазировать Давайте Сделаем Вот Это Давайте Сделаем Вот Это Она Сразу Ограничивает Тебя Рамками Продукта Значит Вы Спорите Кричите Друг на Друга И в конце Концов Идете Развивать Продукт И В тот Момент Она Сказала Что Для нас Главный Продукт Это Подписки На Рассылку Это Действительно Так Вот И Я Подумал Подумал И Составил Такой Слайд Где Посчитал Потребовалось Время Для этого Какие-то Программистские Усилия Где Посчитал Какие Какие Материалы Генерируют Больше всего Подписок На Рассылку И Это Оказались Именно Те Материалы Которыми Гордились Журналисты Именно Те Которые Давали Наибольшую Ценность Именно Те Которые Не Похожи Ни На Что Вообще Вот Которые Подают Своё Мнение Которые Подают Свой Угол Какой-то И Ретроспективно Это Прекрасно Понятно Ты Такой Думаешь Да Конечно Это Очевидно Вот Но Неретроспективно Ты Не Понимаешь Сначала Что Вот Есть Какое-то Новостное Поле И Поэтому Реально Вот Поле И По нему Ходят Лошади Эти Лошади СМИ И Все Они Щиплют Одну И ту Же Траву Как По-вашему Что У них Получится В процессе Переработки Травы Одно И То же Надо Либо Найти Какое-то Новое Пастбище Либо Вывести Новую Породу Лошадей Либо Пригласить Какую-нибудь Новую Породу Лошадей С Итстейк Какой-нибудь С анализом С еще чем-то И так далее И тогда Дело Пошло В этом Смысле Очень интересно Оказалось То что Несмотря на то Что новости Нам приносили Гигантское Количество Трафика Они оказались Совершенно Не Соответствующими Нашему Продукту То есть Мы можем Как угодно Хвалиться Посещаемостью Друг перед другом Мы хвалимся Совсем другим Мы хвалимся Кипяем Нашей рассылки Почему Именно так Вы можете Спросить Ну а зачем Вам вообще Рассылка Что это такое Рассылка Ну что У нас Я не могу Это прям Публично Это описать Но у нас Были Ситуации Когда К нам Приходил Рекламодатель У которого Очень длинный Длинный Цикл Продаж Вот И он Обычно Имиджевый Какой-то Вот И Мы понимали Что не сможем Скорее всего Баннерами Ему Что-то Дать И запускали Рассылку По нашей Рассылке Извините За тавтологию Да Там было 20 тысяч Человек Значит Open rate У нас Примерно 50% Но это Значит Что Каждый раз Где-то 10 тысяч Человек Это Видит Я не помню Сколько раз Мы Это Прислали Вот И тут Они Покупают Значит Три Раз Каждый Раз По Несколько Миллионов Рублей Вот И у нас У всех Падает Челюсть Потому Что Мы Не Ожидали Этого А Оказалось Что Наши Премиальные Пользователи Понимаете Все Медиа Настолько Пронизано Ложью Что Когда Ты Говоришь У нас Премиальная Аудитория Ты Сам Нифига В это Не Веришь Вот И Когда Оказывается Что У тебя Действительно Премиальная Делал Глубинные Интервью Которые Помогали Тебе Понять Что В голове И что Они Все Действительно Как Один Человек 20 Тысяч Сейчас Уже 30 Вот У нас Недавно Майлстоун Был Значит 30 Тысяч Этих Человек Они Ходят Все Как Один Человек Советский В Азбуку Вкуса Значит И Почти Все Они Какой Нибудь Силевел Экзекютив И все Такое У тебя Немножко Смещается Перспектива Ты начинаешь Думать А как А что Значит А почему Ты не до конца Их понимаешь Естественно Они не примут Все У нас К нам приходил Например Один очень Народный Банк С рекламой И мы Дали эту рекламу Мы выполнили Коммитмент Здесь Ну Здесь есть чем Гордиться Все отлично Но мы Этого коммитмента Достигли Достигали Дольше Чем Значит Чем Ожидали В эйфории От предыдущей Сделки Вот Мы стали Думать Что и как И поняли Что единственное Чем отличается Их продукт И продукт Какого-нибудь Там Барклейс Банка Это тем Что Этот вот этот А этот Барклейс Вот Это народное Очевидно Какое-то такое Вот имидж Ну как-то Зашкварно Такую карточку Иметь Может быть На самом деле Естественно Нет Потому что Она прекрасная Карточка И мы даже Думали Сами ее Оформить Но Нет Мы Смотрим И Да У нас Есть стадия Производства Когда мы Понимаем Что Допустим Что Допустим Нашей Аудитории Не чужой Человек Алекс Фек Который Написал Про Роснефть Прекрасный Аналитический Отчет С Подзаголовком Одним из Подзаголовков Поговорим Об Игоре Значит Об Игоре Сечине Который Значит Роснефть Вот И которого Вместе Со всем Аналитическим Отделом Сбербанка Си Поперли За это Вот Причем Он думал Что за Другой Отчет Вот Значит И У нас Есть доступ К Алексу Феку И мы Его пригласили На Белл Клаб И туда Пришли Люди Задавали Интересные Вопросы И как-то Понимали Что-то Чего Так не поймешь Не поговорив Просто С человеком И у нас Есть Продукт Мы из этого Сделали Действительно Потому что Это продукт Закрытых Встреч Которые Нельзя цитировать Мы отклоняем Все аккредитации Журналистов И так далее И тому подобное Это просто Это только Ты и он Ну или она Потому что У нас была Соосновательница Например С7 Филева Вот И Как ни странно Это сработало Это сейчас Один из Основных Источников Нашего дохода Да То есть Это не Не бантик На попе А это Вот прям И главное Самое смешное Что об этом Как-то не особо Трубят На всяких Там Медиаконференциях Обычно Просят друг у друга Трафик Трафик Еще что-то Да В то же время Financial Times Получает 40% Своего дохода От конференции Ведомости И РБК У них Гигантский Просто Конференционный Бизнес Вот И Впервые Когда Ну наверное Впервые Я с чем-то Подобным Столкнулся Когда еще Медиа Совершенно Почти Не Занимался Я С большой Радостью Купил Две книжки Александра Куприна В издательстве Комсомольская правда Вот Прекрасное издание У них Гигантское издательство Они там Подписные книжки У них Есть еще что-то То есть Это же не Бином Ньютона Это Не изобретение Какое-то Последнего времени Просто Об этом Забывают Потому что Часто Расслабляются Например Расслабляются Часто Страна Где допустим Государство Выделяет деньги На Как это сейчас Называется На Rush Today Например Rush Today Если знаешь Что У тебя придут В следующем году Деньги Никогда ничего Нормального Не сделает Вот В этом смысле Конечно Это Огромная проблема И нам Очень нужно Подходить к Медиа Как к производству Очень нужно Ощущать Любым Вашим Органам Чувств Что вы На краю Что нет Больше инвестиций Не будет Нет Пожалуйста Сделай так Чтобы Чтобы Понимали Твою ценность Нет Мы не будем Например Вот это Кстати Интересная История Сейчас Очень многие Медиа Естественно Переживают Критис Естественно Они В убытке Около Ноля И так далее И они Идут Краудфандить Деньги Но Это Ужасная Модель Если вы Не знаете Что будет Дальше Очень часто Тот же Краудфандинг Это Такое Закрытие Кассового Разрыва А в следующий раз Мы еще На краудфандинг Вот Я почти Никогда Не видел Такого Чтобы У ребят Которые Собирают Деньги На что-то Был Допустим Какой-то Роадмэп По тому Как они Собираются Преобразоваться И выстрелить При этом Я поддерживаю Очень многие Ресурсы Да Там По принципу Митя Олешковского По-моему Там Сто Рублей Кинь Сем По сто Рублей И Пусть Каждый Так Сделает Мои сто Рублей Уходят Лоркмору Мои сто Рублей Уходят Новые газеты Медиазоне Там И куча Еще Каких-то Инициатив Но Надо же Понимать Что это Не бизнес Это просто Просто Нет Спроса На дотации Со стороны Государства Вот этой Важной Штуки И Гражданское Общество Поднимается На защиту Это В общем Плохо Заканчивается Значит Если у нас Подникла Необходимость Подойти С линейкой И понять Кто Как Работает Вообще Мы 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 Обязаны Использовать Прекрасный Метод Теории Ограничений Голдрата Который Гласит Следующее Если Если у нас Есть Производственный Процесс И он Разбит На Какие Стадии То В каждый Конкретный Момент Узким Горлышком Является Одно И только Одно Звено То есть Может быть Что Процесс Не Ну вообще Расшатан И там Все конечно Плохо Но обычно Всегда Есть Какой-то Один Человек Не обязательно Человек Конечно Одна Какая-то Проблема Которую Если Исправить Она Принесет Наибольший Выигрыш И Голдрат Говорит Пожалуйста Исправьте Эту Проблему А потом Еще раз Пересмотрите И исправляйте Следующую Проблему И тогда У вас Будет Значит Повышение Эффективности Так вот Для того Чтобы Нам Понимать В чем Наша Проблема Нам Необходимы Конечно Метрики И Если Честно То Те Метрики Которые От вас Требует Рекламодатель Не Удовлетворят Вас Удовлетворят Рекламодателя Но На самом деле Даже Его Они Не Удовлетворяют Потому Что Метрика Которая Удовлетворит Рекламодателя Именно Именно Заказчика Это Метрика Сколько Он Продаст Метрика Сколько Вы Покажете Сколько Там Щелкнут Сколько Будет Переходов Это Некий Компромисс Между Вами Рекламным Агентством И Рекламодателем И Чем Дальше Будут Развиваться Технологии Которыми Нас Оснастили Платформы Которые Умеют Это Щелкать Отслеживать Трекать Назовите Любое Другое Английское Такое Ужасное Слово Тем Больше Будет Следующих Абсолютно Я уверен Что Многие Из Вас Встречали Такую Историю Вы Вам Заказывают Допустим Размещение Баннеров Вы Размещаете Баннеры Вы Полностью Выполнили По договору Все Что Хотели Но Заказчик Недоволен Потому Что Он Не Получил Желаемый Результат Юридически Он Никогда Не Докажет Что Это Ну Потому Что Не Было Коммитмента На Такой Результат Который Он Хотел Но В Следующий Раз Он К вам Не Придет Скажет Своему Агентству Что Ну Знаете Нет У Них Просто Что Не Так Крутится Причем Вы Можете Виноваты Не Виноваты Мы Сейчас Об Эм Не Говорим Может Быть У него Уродский Банер Просто Вот Но Гарантированно То Что Метрики Которые Вы Считаете Невозможно Применить К вашему К вашей Стратегии Развития Продукта Невозможно Починить Ваш Продукт Ну Приходит К вам Какой Нибудь Банк И Говорит Давайте Вы Покажете Мою Страницу Мою Статью Пять Тысяч Раз Нет Говорите Вы Семь Тысяч Раз Давай Говорит Он Вы Показываете Пятнадцать Тысяч Раз А он Потом Недоволен Потому Что Естественно Он Приходил За Чем То Другим А это Все Были Психологические Поглаживания В разговоре И Нам Нужно Очень Хорошенько Подумать А зачем Вам В целом Просмотры Как Метрика Продукта Как Гарантирующая Ваше Будущее То есть Понятно Что там Вы сможете Продать На этих Просмотрах Рекламу Но Был Характерный Пример Довольно Ужасный Вот Я думаю Сейчас уже Можно Рассказать Тем более В 2016 В 2016 Кажется В 2017 Году Меня Попросили Выступить На На Конференции О Печатной Прессе Вот Значит И попросили Ну Сделать Какую-нибудь Аналитику Я В общем В Печатной Прессе Не Очень Вот И На Таких Конгрессах Никогда Не Уступал Для Меня Это Был Такой Шажок Вверх Но Они Не Предупредили Что Конгресс Проводился Для Рекламодателей Чтобы Те Поверили Что Есть Будущие Печатные Прессы Ну Правда Они Не Сказали Вот Значит А Времени Было Мало Как Всегда Там Презентация Готовится Вечером Например Значит Я Сажусь Ночью И Беру Без Всяких Этих Без Всякого Шапкозакидательства Я не верю В то Что Смерть Печатной Пресс Я понимаю Что Если Я с этим Выду То Это Будет Булшит Поэтому Я Как Пятерышник Иду На Официальный Сайт Акар Где Публикуются Российские Объемы Рынка Печатной Прессы Смотрю А там Значит Так Вышло Что Они Все В рублях Вот Рубль Допустим Там Я не знаю 2005 Года Это Совсем Иной Рубль Чем 2010 И 2015 Я думаю Вы Прекрасно Это Понимаете Вот Я Я же Уже В Беларуси Много Лет Значит Ну И У нас Тоже Просто Это Гораздо Более Ползучая История Вот Значит Я думаю Слушайте А почему Они Не Публикуют Причем Опять же На Голубом Глазу Я Не Ну Я не знаю Что Аналитикой Отличается От Какой-то Там Плохой Науки Да Давайте Сделаю Какую-нибудь Хоть пользу Принесу Они Конечно Все знают На зубок Это Так Но Вроде Я не Видел Еще Цифр Приведения Этого К Доллару Я Привожу Это К Доллару Потом Значит Два ночи На Часах Я Думаю Так Подождите Но У Доллара Тоже Есть Инфляция Какая-никакая Но Есть Давайте Это Будут Реальные Доллары За Там Не знаю 99 Год Или За 2000 Не Помню Какой Такой Взял Вот Все Сделал Сделал Погрешности Значит Ввел Там Это И Выхожу А И Уже Там Утро Светает Я Отправляю Эту Презентацию Никто Ее Не читает Естественно Был Прекрасный Роман До того Как Юрий Поляков Сошел С ума Он Написал Прекрасный Роман Козленок В молоке Про То Как Книга С пустыми Страницами Получила Все Возможные Премии Потому Что Никто Не читал Все Просто Говорили Да Да Конечно И Двигали Дальше Писали Рецензии Восторгались Жали Руку Еще Что Вот И Я Выхожу И говорю Слушайте Вот Тут Такое Дело Вот Смотрите Вот График Рублевый А вот Смотрите Маленьким Щелчком Это График Значит Долларовый Из него Следует Что Долларовый Объем Российского Рынка Печати К 2017 Году Упал На уровень 20 века Чистая Правда Я ожидал Всего Чего Нет Но Мне Показалось Что Это Очень Интересное Явление Давайте Поговорим О нем Вот Ну И Поэтому Говорю Вот Какие Экшенс У вас Есть Вы Можете Либо Забить На Это Имидж Потому Что Существует Всегда Как Минимум Один Читатель Который Читает Что-то Бумажное Вот Значит Либо Вы Можете Значит Быть Гибридными Какими-то И стараться Вот Эти Потерявшиеся Доходы Значит Как-то Восполнить С помощью Диджитала Вот Значит Или Вам Может быть Стоит Полностью Закрыться И запустить Диджитал Потому Что Там Уже В общем Все Я Статистика Или Нет Но Уже Позже Короче Интересуюсь Вот Этим Всем Я Наскреб Еще Статистику Про То Что Бумажную Прессу Мы же Тоже Наскреб Наскреб Бумажную Прессу Чем Падение Каких-то Тиражей Вот Потому Что Если Это Ну Если Это Такие Условно Назовем Их Страты То Ты Не Можешь Надеяться Например На то Что У тебя Как В Великобритании Тебя Ожидает В отеле Какая-нибудь Газета Да Там Неплохая Газета Вот Ну То То Это Большие Проблемы Там Нишевость Вот Это Все Неважно Я Это О чем Я Это О том Что Эти Метрики Важны Для Выживания Если Так Не Посчитать Если Не Быть Честным С собой То Можно Себя Обманывать Дальше И Дальше И Делать Вид Что Все Очень Даже Неплохо А Если Ты Перестаешь Делать Этот Вид Ты Начинаешь Думать Ну А Как Дальше Жить Там Очень Смешно Было Значит По Результатам Того Выступления Меня Обвинил Во всех Смертных Грехах Письменно Президент Гильдии Издателей Печатной Прессы По-моему Вот А Прямо В зале Меня Накричала Девушка Которая Значит Заведует Всем Диджиталом И печатью Не помню Чем Короче В газете Вечерняя Москва Которая Значит Самая Такая Промосковская Прособянинская Значит И конечно У нее Каких-то Таких Ну как Перед ней Задачи Не стоит Быть Прибыльной Или какой-то Посещаемой Или реально Читаемой У меня Вот С собой Увезу Прекрасную Вот эту Газету Да Ну у нас Просто По-английски Не очень Вот Значит Значит И Ну вот Там Был Такой Старый Старый Документ 80-х 70-х Годов Назывался Словарь Хакера И там Был Такой Глосс В глоссарии Ха-ха Only Serious Вот Очень Много Значит Событий И Всякого Такого Что подходит Под этот Критерий Да Конечно То есть Смешно Но рыдать Хочется Очень И поэтому Надо Хорошенько Подумать Что да Конечно Вам сейчас Важно Что там Вас прочитали 10 тысяч раз 20 тысяч раз Но допустим Если вы посмотрите Там Я не знаю Как в Беларуси С этим Но вот В России Если вы посмотрите На трафик Яндекс Дзена Например Вы обнаружите Очень интересные вещи Что Этот трафик Которому 55 с лишним лет Он в основном С андроидов И каким же образом Этот трафик Появился А этот трафик С андроидов Я вам скажу Это дешевые телефоны Которые Сыновья и дочки Купили своим Бабушкам и дедушкам А те Некритично Не настроили браузер И поэтому думают Что тут им подсовывает Прямо интересные новости Поэтому если вы Напишите Допустим Слово Сбербанк Пенсионер Или еще что-то Раскрываю вам Вообще секреты мастерства То вы огребете Огромный трафик Просто Вот просто Гадалки не ходи Между прочим За слово Пенсионер Дзен стал Валить теперь Вот Потому что Появилось Огромное количество Людей Которые стали Просто писать Фейки У всех отберут Пенсии Вот И дальше И там крутят Рекламу Яндекс Ничь тоже Сумняшися Вот И Поэтому нам Естественно Надо понимать Что да Допустим Это позволит нам Заработать На программатике На каких-то Размещениях Удовлетворить Тех Всех И этих Но На самом Дальше Себя Дурить Не надо Вот Или допустим Есть такая еще Смешная история Когда Люди думают Откуда же Взять Трафик Давайте возьмем Трафик Социальных Сетей И каждый Делает вид Что Что у Его соседа Трафик Социальных Сетей Цветет Вот Просто Что там Он Сорок Процентов Получает Пятьдесят Шестьдесят Там еще Сколько-то Там Посмотрите На Медузу Который Явный В этой Выборке Аутлайер Совершенно Там У нее Множество Перед ней Закрыто Множество Других Дверей Поэтому Естественно Там Ну И есть Лояльное Сообщество Вот И Когда У тебя Там Пять Десять Процентов Еще Какой-нибудь Приходит Такой Чувак И говорит Давайте Купим В Фейсбуке Трафик Значит Из Социальных Сетей А Реклама В Фейсбуке И в других Социальных Сетях Она Не для Этого Она Для Покупки Идентифицированных Каких-то Клиентов Туда Хорошо Допустим Промо-статьи Как-то Продвигать Вот А так У тебя Каждый Человек Будет стоить Тебе Там Пару Центов И В какой-то Момент Ты спустишь Все Бюджеты Причем Не получив От этого Ничего Потому что Возникает Вопрос Если Мы Попробуем Нарисовать Вот этот Процесс Как Человек Заходит На наш Сайт Как Он Внимательно Или Невнимательно Что-то Читает Как Он Уходит Изменилось Ли Его Отношение К нам Какое Место Бренд Занял В его Мир Никакого Потому что Каким-то Образом Мы Его Не Провели По Какой-то Воронке То есть Мы Не Научились Продавать Раньше Была Ситуация Очень Важно Просто Вот этот Перелом Выхватить Раньше Была Какая Ситуация Есть Прекрасный Главный Редактор Он Усиливает Повестку И Понимает Что он Конструирует Мир Для Людей А люди Этому Доверяют Сейчас Сергей Выпустил Новый Ролик И Все И он Покрыл Любую Чуйку Главного Редактора Об этом Условно Надо писать Я конечно Очень Грубляю Я надеюсь Вы это Понимаете Вот И Здесь Возникает Вопрос Того А Что Мы Напишем Для того Чтобы Наши Лояльные Пользователи Это Одобрили И Прониклись К нам Еще Большим Уважением Это Очень Непростой На самом Деле Вопрос Потому Что Не Очень Понятно Каким Образом С ними Связываться Каким Образом Их Поддерживать Что Им Будет Интересно Почему Именно Они Это Есть Недавно Если Кто-то Попросит Не забудет Я могу Это Кинуть Значит Недавно Напоролся Буквально На Презентацию Какую Там Грейлог Партнер Что-то Такое В общем Но Суть Презентации Была Очень Смешной Что Вы Можете Сколько Угодно Задвигать Своим Инвесторам Про Количество Скачиваний Или Еще Что-то Но Всегда Если Вы Знаете Свой Продукт У вас Есть Какое-то В одно Предложение Понимания Ядерной Аудитории Вот Это Меня Всегда Если Хотите Меня Когда-нибудь Смутить Не Говорите Что У меня Что-нибудь На штанах Расстегнуто А просто Спросите А какое У вас Ядро Потому что Никто Никогда Не знает Точного Ответа На этот Вопрос Естественно Его Никогда Не Будет Потому что Каждое Предприятие Если Медиа Это Предприятие Оно Совершенно Различно Что Такое Ядро Там У Airbnb Если бы Оно Было Медиа Но Оно Не Медиа Слава Богу Значит Это 2-3 Захода В смысле 2-3 Сделки В год Вот Это Человек Который Пользуется Airbnb Которого Можно Этим Нагружать Что Такое Не знаю Dropbox Это Человек Который Синхронизирует Что-то Новенькое Буквально Каждый Будний День Желательно Именно Будний Потому что Похоже Что он На работе И тогда Ему Можно Продать Корпоративную Подписку Вот Ну и так далее И тому подобное Все эти Определения Они От сервиса К сервису Уже много лет Меняются Естественно И все Прекрасно Сервисы Научились С этим Работать Но почему-то От медиа К медиа Они Не особо Меняются Причем Что мне Очень нравится Это то Что появляются Медиа Для которых Они такими Вот прям Они становятся Они пекутся О ядерных Метриках Своих Но почему-то Это в основном Допустим Вот Немецкие СМИ Которые Составляют Прям С немецкой Пунктуальностью Программы Такого Скоринга Ага Вот эта Вот штука Ее читали Столько-то Но сконвертировала Она Ну Принесла нам Лояльных подписчиков Столько-то Это на рассылку А вот платных Она принесла Столько-то Там и так далее И тому подобное Ага Запомним Вот эту вот штуку И давайте подумаем Что можно еще Вот И конечно Редакционные решения Довольно сложно Принимать Таким образом Самое интересное Что Есть Очень много Таких Вещей Во вселенной Когда Ты подходишь С одной стороны Думаешь Ух ты Вот это клево Вот это так романтично Подходишь С другой стороны Ну Если же я приму Эту сторону То наверное Это все умрет А потом ты начинаешь Смотреть И оказывается Что любой подход Приводит к одному И тому же Я сейчас говорю Допустим О таланте Главреда Потому что Хороший Главред Он Раньше он Чувствовал Чуйкой Сейчас он Понимает С какого Ну С какого Угла Посмотреть На проблему Таким образом Чтобы ядерные Метрики Улучшились И в данном Случае Почти всегда Это совпадающие Вещи Просто в одном Случае Главред вооружен Цифрами А в другом Нет Если он Не вооружен Ну тут Говорить Нечего Вот Если Вооружен То мы Можем Хотя бы Хоть как-то Проследить Его мысленный Процесс Понять Как-то Или сказать Что допустим Да вот видите Вот это вот Не пошло Но не пошло Это был эксперимент Мы поэкспериментировали Поняли Мы больше так Не будем Потому что Цифры Они оставляют За собой Конечно Хвост Каких-то Записей Хвост Того Что делалось Какие-то Таблички Какие-то Выводы И что-то Еще Вот сегодня Я Значит Немножко С одними Ребятами Поработал Вот И Там Был тоже Интересный Аналитический Отчет Он Он Показывал График Подписок А потом График Отписок Вот И График Был И были Выводы О том Что гипотеза Подтвердилась Или гипотеза Не подтвердилась Не было Одного Что делать Вот И это Очень Большая Проблема Потому что Очень часто Там Тот же Сбор Информации Те же Тоже Измерения Оно Превращается Просто В ежедневную Ежедневную Тягомотину Ну да Вот мы Показали Вот Да Вот так Вот так Вот так Вот И Есть Еще Такая Штука Я просто Очень Люблю Эту Фразу Поэтому Хоть Она Немножко Здесь Кажется Автопиком Но просто Она вспомнилась Когда ты Говоришь Очень Круто Давай Сделаем Вот это Допустим Вот У Зебела У нас Не было Вот этой Фразы У нас Действительно Сейчас Просто Рук Нет Прям Совсем Вот Но мы Обнаружили Что если Запустить Что-то Через Инстаграм Конверсия Через Этот Канал Почти Одна Из Самых Высоких Каким То Образом Люди Которые Получают Впечатление Из Инстаграма Они Ценят Своё Впечатление Или Эмоциональное Стояние Я не знаю Я не Психолог Но короче Они идут И регистрируются Подписываются Они в общем Через Сторис Вот этот Трафик Очень Хорошо Конвертируется Вот И мы говорим Вот давайте Бабахать Сторис Допустим Давайте Говорят Все А кто Этим Будет Заниматься Вот И вроде Ну Вроде Все В одной Лодке Ты Ты Должен Понимать Что Если Ты один Раз Проложаешь Два Раз Проложаешь Если Твой Сосед Проложаешь То В конце Концов Проложает Бухгалтер Который Выплачивает Тебе Зарплату Вот Но Это Вот Такая Непростая Очень Грустная Вещь И Нам Также Надо Понимать И конечно Вот здесь Я к сожалению Забыл Про это Написать В презентации Я буквально Двумя словами Скажу Когда мы Говорим О вовлечении Нам также Стоит Подумать А кем Сейчас Является У себя В голове Пользователь Ну то есть Представьте себе Что мы Допустим Хотим Показывать Пользователю Много Много Картинок Значит И Вовлекать Его Эти картинки Оценивать Как-то Ну Не важно Как бы мы Не бодались Каким бы Крутым У нас Не был Дизайнер У нас В общем В данном Историческом Периоде Если мы Говорим О мобильном Телефоне Есть Фактически Два Варианта Один Вариант Это Картинки Один на Один Как В инстаграме И ты нажимаешь На картинку И там Ожидаемо Появляется Сердечко Потому что Все так делают Кому нравятся Картинки Так и делают Второй вариант Это такая же Механика Только как В тендере Значит Влево Вправо Нравится Не нравится Если Можно это Не делать Естественно Но человек Не поймет А почему Почему Он не может Сделать Так Или Эдак Вот У нас Существует Огромное Количество Уже Накопившихся Привычек Которые Мы должны Каким-то Образом Эксплуатировать Вот Допустим The Bell Эксплуатирует Все Меньшую Получающую Все меньшее Распространение Привычку Думать Вот Но мы Стараемся Значит Вот Нашу Ядерную Аудиторию Именно Давать им Пищу Для Размышлений Давать Ее Внятно В течение Буквально Потребления Трех-пяти Значит Трех-пяти Минут И главное Всегда Объяснять Людям Что им С этого Объяснять Что Новости На которые Они подписаны На самом деле Их касаются Причем Могут Касаться Вот Мы Сейчас Фактически Тестируем Да Вот У нас Допустим Есть Прекрасная Совершенно Новостная Рассылка Утренняя Вечерняя Еженедельная Здесь мы Тестируем Периоды Как кому Удобнее Значит Есть Допустим Совершенно Экспериментальная Площадка Технологическая Рассылка Чем Она Экспериментальна Тем Что В этой Рассылке Я Например Я просто Взял ее Вести Значит Я пытаюсь Каждый раз Сделать И он всегда Работает Этот трюк Когда получается Значит Сказать Что Допустим Мышка Которая Вышла Она на самом Теле Через 10 лет Перевернет Твою жизнь Ты просто Этого не понимаешь Ты думаешь Что это просто Мышка А на самом Деле Это Прям Такая Кошка И когда Ты ставишь Это в контекст Неожиданно Оказывается Что да Действительно И это Интересно И оказывается Что Предвестники Будущего Они здесь Но надо Просто Их Примечать И Конечно У обычного Человека Нет времени Этим заниматься Поэтому Здесь возникает Некая ценность Которую Ты можешь Ему Принести Есть У чудесного Писателя Нила Стивенсона Не менее Чудесный Барочный Цикл Значит И там Книжка Которая Называется Ртуть Она Про 17 век Где Ртуть Проступает Сквозь землю В виде Исаака Ньютона В виде Лейбница В виде Еще Кого-то В виде Людей Которые Оперируют Научным Знанием А не Каким-то Там Религиозным Гностическим И другим Очень интересно И главное Мы сейчас Похоже Стоим На пороге Вот этой Ртути Потому что Похоже Что Выживут Ньютоны Выживут Лейбницы А вот Остальные Выживут Только При поддержке Режима Значит И теперь Когда мы Поговорили Немножко О продуктовой Части Поговорили О медиа Я хотел Обратиться К Людям Которые Более-менее Программисты Скажите Вы знаете Такое Слово Линтер Окей Смотрите У Программистов Есть такая Штука Когда Они Пишут Код И отправляют Его Например Компилироваться То Компилятор Говорит Слушай Ты Плохой Код Написал Я Сломался Пожалуйста Перепиши А Линтер Это Такой Максим Ильяхов Для Кода Вот Ты По мере Того Как Пишешь Он Говорит Ты знаешь Вообще Ты конечно Можешь Так Написать Но Вообще Хороший Тон Это Написать Четыре Пробела Вместо Двух Условно Говоря Значит Там А здесь Ты конечно Можешь Так Написать Но Послушай Ты Везде Перед Этим Ставил Точку Запятой Запятой На На Конце Оператора А Сейчас Ты Ее Не Поставил И Вообще Это Я Гляжу На Тобой Вот И Перед Тем Как Отправлять Это На Значит На Компиляцию Ты Как-то Понимаешь Что Да Ты Сделал Это Более Менее Красиво И Это Важно Потому Что Существует Проблема Программистов О которой Не Знают Многие Гуманитарии Эта Проблема Называется Я не могу Разобраться Что я написал Шесть месяцев Назад Вот Значит И Если Ты Соответствуешь Вот этим Вот Какому-то Стилю Более-менее Да Структурированному Изложению То у тебя Есть Больший Шанс Большая Вероятность Я не говорю Что Обязательно Разберешься Вот Что Либо Ты Либо Кто-то За тебя Сможет В этом Разобраться Так вот Я постулирую Что нашим Медиа Очень нужен Такой Медиа Линтер Причем Он нужен Не для того Чтобы Вот сейчас Вот эта Повальная История С Я не знаю Вводные слова Вот это Стоп Слова Какие-то Инфостиль Нет Все нормально Я Держу себя В руках Вот Но На самом Деле Пользователи Во многих Случаях Волнуют И другие Вещи Которых Почему-то Я часто Не вижу А эта Вещь Такая Мне очень И главное Не дай бог Если редактор Начинает проверять Эти вещи Потому что Человек живой Не должен их проверять Он закопается Представьте себе Что машина Вам говорит По мере написания Вашей новости Она говорит Дорогой Все отлично Отличный абзац Уважуха Но он не влезает В экран Мобильного телефона Попробуй разбить Его для большей ясности Ну это глупая Абсолютно вещь Но она на самом деле Работоспособна И вот Или там Дружище Ты же понимаешь Что Заголовок Должен быть Вот такой-то Да Там Длины Условно Мы пишем Это уже Не в какой-то Там самописной Семески Допустим Да А в какой-то Ну В чем нам Бог на душу Положит Почему нет Какой-то такой Добавки Которая бы Уже Заранее Это сказала Да Или там Скажем Знаешь Ты уже написал Пять абзацев И не разбил На подзаголовки Вот На подглавки Наверное Это будет тяжеловато Читать Или там Допустим Есть вот такие Эти Как их назвать Апостолы От Мэйлру Они говорят Что через каждые Две Два-три абзаца Надо картинку ставить Чтобы мозг отдохнул Ну в принципе Значит Ну в принципе Понятно Там Как они это Там Ну Как Зачем И почему Это Необходимо Каждый может По-своему Там Это Верить Или не верить Я Лично Верю Что Ну Может быть Все иначе Вот Но идея в том Что да Если у тебя Редакционная политика Такова Что у тебя там Допустим Какая-то развлекушечка Да И тебе надо Удерживать таким образом Внимание Ну почему бы Это не запрограммировать Почему Редактор Редактор Должен Постоянно Следить И смотреть Что ты Сделал Сегодня был На одном Совещании И там Ребята Значит Которые Пишут на потоке Гигантское количество Контента Обсуждали Почему У них там Не подчинились Отступы От картинок Я Внутренне Просто Весь Застонал Потому что В 21 веке В 2018 В 2017 году Не должен человек Заниматься Такой деятельностью Ну вообще Это не должно Такого быть Человек должен Понять смысл Другой человек Или там Сформулировать Задачу Другой человек Это должен Как-то заполнить Это все Должно Вылавливаться Ну и Смертная кара Должна настигать Только уж Людей Которые просто Не способны Писать На языке Вот Том или ином Но к сожалению Вот этих Медиалинтеров Нет А это очень бы Прекратилось Потому что Вы же понимаете Да Там Вы написали Вот у меня Сегодня В Зебеле Это прям Было Ужасающе Я встал В 4 утра Я писал Эту технологическую Рассылку Я обратил внимание Что у меня Плохо работает клавиатура Нет Это не плохо Работает клавиатура Это я На полсекунды Отключаюсь Когда набираю слово Вот И включаюсь Обратно Пропуская Одну из Это И я Хорошо Я не должен Был ее публиковать Ее должны были Проверить Другие люди Но Я неожиданно Обнаружил Что все это Полотно На больше Чем 600 слов У меня По умолчанию Стоит Как новость Я уверен Это такая Вот прям Знакомая Всем боль Когда ты Забываешь Переключить Какую-нибудь Галочку Там Еще что-то Но ведь Понятно Абсолютно Если чувак Написал Что-то на 600 слов Это не может Быть новостью Ну неужели Весь этот Машинный Интеллект Искусственный Обучение Не может Догадаться До такой Простой Вещи И сказать Саш Ты галочку Не забудь Поставить Или допустим Не может Сказать мне Что знаешь Ты написал Уже там 10 техно-рассылок И везде Ты ставил Закрыть ее Формой подписки А вот Эту ты сейчас Сохраняешь И ничего Ты точно Это хочешь Сделать Пока у нас Не будет Продуктовых Таких Помощников Пока у нас Не будет Такого отношения Более-менее Формального Может быть Чуть-чуть Бюрократического Но привязанного К нужной К нужным Метрикам Продукта А между прочим Если я бы Забыл вот эту Штучку Сделать И корректор И выпускающий Рассылки Видите сколько Людей в цепочке Чтобы этого Не происходило То не было бы Сегодня сотни Подписчиков Потому что Мы же придумали Вот эту историю Где ты вводишь Без всякого пароля E-mail И он тебя подписан В два клика Вот Мы бы потеряли Просто Весь этот Пласт работы Это плохо Для бизнеса Но почему-то Вот не Но почему-то У нас Существует Вот эта вот штука Что бизнес Ну это как-то Вот Это обязательно Деньги Нет Это любые Бизнес-процессы Любая Любая вещь Где можно Налажать У нас Необычная Действительно Мы Мы стараемся Чтобы человека О чем-то узнал Чтобы он заинтересовался Чтобы он принял решение И приняв решение Он Значит Как-то действовал Про ядерную аудиторию Мы уже поговорили А вот здесь Я бы хотел Поговорить О Такой штуке Как Синдром Маленького мальчика В магазине игрушек Современные технологии Предоставляют нам Огромное количество Инструментов В том числе Инструментов Вовлечения Инструментов Рекламы Еще чего-то Еще чего-то И мы конечно Хотим это все Прямо сейчас Вот Но на самом деле Если мы Составим Вот такую Вот Условно воронку Составим Какую-то Какую-то Линию По которой Должен пройти Человек И стать Нашим другом Давайте не будем Говорить лояльным Пользователем Пусть он станет другом Ну хотя бы ненадолго Вот То Мы неожиданно поймем Что вот Не очень хорошо понимаем А допустим А чем мы руководствуемся Когда мы отправляем Пуш-уведомления Вопрос не праздный Но те люди Которые еще Не ненавидят Пуш-уведомления Они зачем-то Подписываются И они кликают Реально на них То есть Помните Вот фильм О чем говорят мужчины Смотрел Действительно это ест Вот Это очевидно Какая-то гиперлояльная Аудитория Какая-то Интересующаяся Но Может быть Это у нас Рук не хватает Но мне кажется Что не только у нас Мы например Так и не сделали Никакой аналитики По тому На что кликают На что нет И как отличаются Эти люди Вот А наверное Надо бы Мы там Займемся этим Когда-то Вот Точно так же Как Рассылка Например Есть интересная Очень история Рассылка И мероприятия Когда мы Делаем мероприятия Но по какой-то причине Ну не то что Стесняемся Их рекламировать Лишний раз Мы создаем ценность Для наших подписчиков Но как-то Стараемся Не очень их напрягать В рассылке Хотя мы уверены В нашем продукте По встречам Да Вот Или есть Вот история Про то Что Мы сейчас Перезапускаем Наше сообщество По конференциям Белл Клаб Оно станет Там Более красивым Более вменяемым Каким-то Оно и так Было ничего Но Вот Нет предела Совершенства И Нам надо будет В рамках Нашего маркетинга После того Как мы провели Какую-то интересную Успешную Значит Успешную встречу Написать о ней Новость Себя не похвалишь Весь день Как оплеванный Ходишь Вот Можно же ее Сказать Что ребята Вы читаете Белл Видите Вот Посмотрите Мы Недавно провели Вот это Вот это Если вас интересует Купите там Что-нибудь Допустим Да Это должно работать Но Такой подход News as a service Нас Вот Он не характерен Для него Надо как-то Переключить голову И У меня Например До конца Не переключена Поэтому Я собственно Так Люблю Работать The Bell Потому что И в первую очередь Откликнулся На Ну Меня в прямом смысле Понабрали по объявлению Значит Я откликнулся на объявление Вот Потому что Это Угарный опыт Совершенно Это ни на что не похоже Это Это все время Вот Эксперименты Не просто с формой Но и с содержанием И с модальностью Потому что человек Новости он прочтет везде Вот смешно было Ну нет Это неправильно Слово смешно Как будто я Принижаю заслуги У нас Есть Прекрасный Совершенно Владимир Моторин Который занимается Дистрибуцией Диджитал дистрибуцией Везде Вот И Каждый раз Когда Происходит Разбор полетов Общий Значит Там Скайповый Или еще какой-то Вот Видно прямо Как он страдает Что написали Лучше Иногда Там Быстрее Чем Ведомость РБК Или еще кто-то Но получили Там На два порядка Меньше трафика Ну потому что Так устроен Мир Просто Да Если мы сейчас Напишем Что Что-то Произошло Страшное То Основной Трафик Все равно Получит РБК Ведомости И так далее Вот Нас они Упомянут Даже К нам Придут Какие-то Люди Может быть Они нас Будут Уважать И так далее Ну то есть Ну там Прекрасный Пример Какой-нибудь Беллингкет Да Там И Инсайдер Вот Они Делают Какие-то Чудесные Расследования Но Явно Ну Не может стоять Цели трафика Если они В своем уме Да Потому что Ну Это тогда Получается Что им выгодно Чтобы злодеев Было побольше Чтобы было Что расследовать Так себе Бизнес Модель Если честно Последний Наверное Слайд Почти последний Привет Последний слайд Я Самое вкусное Оставил На Конец А Самое Почти Самое вкусное Вот сейчас Покажу Это Слайд Который я показываю Сейчас Всем своим Клиентам Знакомым Друзьям Значит Посмотрите Какая интересная Штука Этот график Сейчас я Объясню Что это Допустим Мы написали Условно Около Тысячи Я если честно От балды Вбивал цифры Чтобы они Просто Выглядели Так Как я Их Видел Я не хотел Использовать Настоящие Графики Значит Допустим Мы Написали Около Тысячи Материалов После Этого Мы Взяли Весь Этот Трафик И Разделили Его По 10 Процентов На 10 Кусочков Равных А потом Взяли Отранжировали Все материалы По посещаемости Если кто-то Не со мной Обязательно Скажите Вот И Начали Смотреть Сколько Надо Материалов Чтобы Заполнить Очередные 10 Процентов Ну то есть Допустим Вот здесь Вот Там Условно Три Или пять Самых Крутых Материалов Генерируют 10 Процентов Всего Трафика Такое Часто Бывает Подкинул Вас Яндекс Дзен Или еще Что-то Это ваши Такие Боевые Материалы Скажем Так Дальше Идет Допустим Пять Семь Тринадцать Двадцать Еще что-то Еще что-то А вот Здесь Идет Где-то Двести Двадцать А здесь Идет Пятьсот Шесть И Как только Мы Хорошенечко На это Посмотрим Мы Понимаем Что С точки Зрения Системы Принятия Решений Мы можем Не писать Пятьсот Шестьдесят Восемь Материалов И потерять Всего Десять Процентов Трафика Так Выглядит Зависимость От Внешних Источников Трафика Это Абсолютно Ненормально Ну Просто То есть Есть Два Если мы Видим Такой График Есть Два Варианта Либо На нас Льют Гигантское Количество Трафика Абсолютно Незаслуженного На какие-то Материалы На которые Кому-то Выгодно Чтобы Лился Трафик Значит Либо У нас Так плохо Пишут Новости Что Каждая Вторая Новость У нас Полная Лажа Бывает И так И так Это Не Это Не Какая-то Дихотомия Где Обязательно Мы Выбираем Первый Вариант Нет Конечно Допустим Перед Выборами Российская Администрация Президента Лила На один Сайт Такой Трафик Значит На один Региональный Сайт Значит Другой Региональный Сайт У него Вот Была Вот такая Вот История Связанная В первую очередь С тем Что они Писали Вообще Просто Все Ну Ну То есть Вот Просто Они Что-то Видят И Без Разбору Они Уволили Свою Контент Команду Это Было Не Лучшее Решение Вот Вот Старая Тоже Была Очень Плохая Вот Сейчас Они Будут Переделывать Все Да То есть Понятно Что Не бывает Такого Чтобы У нас Было Ровненькое Ровненькое Новостное Поле Да То есть Не может Быть так Чтобы Вот Эти Палочки Были Равны Постоянно Но Если Вы Возьмете Какой Нибудь Сайт Вы Ищите Оттуда Явно Нагнанный Трафик Обменки Тизерки Вот Эва То Вы Получите Гораздо Более Интересный График Я его Не Нарисовал Но Он Похож Знаете На что Он Похож Не На Вот Такой Изгиб С Этими Разрывами Да Он Похож На Прямую Линию Хотя Это Степенная Экстраполяция Которая Касается Всех То есть Такая Лесенка Это Абсолютно Нормально Потому Что Какие Да Конечно Никогда Не будет Там Не знаю Рубрика Культура Собирать Столько Сколько Рубрика Расчлененка Ну Вот Вы Просто Помните Прекрасный Фильм Человек С бульвара Капуцинов Помните Там был Мистер Фёст И Мистер Секонд Значит Мистер Фёст Всех Учил Разумному Доброму Вечному А этот Ужастики Привёз Там С криминалом И Всё Завертелось Вот И Когда Нам Приваливает Такое Счастье Нам Конечно Во-первых Надо Это Прекрасная Метрика К которой Надо Стремиться К тому Которую Надо Отслеживать И Посмотреть Нельзя Ли Сделать Так Чтобы Уменьшить Вот Этот Процент Каким-то Образом Вот Это Дальше Каждый Для Себя Придумывает Каким Вторая История Заключается В том Чтобы Понять А вот Сюда Переходят Люди А что С ними Дальше Происходит И Кем Они Становятся А они Вообще Кто Мы Каким-нибудь Образом Кого-нибудь Конвертировать Можем Потому Что Есть Например Источник Трафика Очень Большого Трафика На Бел Который По Конверсии В 30 В 30 Раз Хуже Чем Любой Другой Вот Ну Просто Человек Не Понимает Куда Он Попал Зачем Он Попал У Него Нет Интереса Получить Больше Там Или Учиться Еще Что-то Может Быть Это Как-то Можно Поправить Может Быть Можно Из Этого Канала Получать Более Специализированную Аудиторию Мы Не знаем Но Главное Что Довольно Сложно Это На Практике Довольно Сложно Догадаться Задать Себе Эти Вопросы Ну Может Я Конечно Туплю Но Я Недавно Догадался Себе Их Задать Когда Очередной Ночью Начертил Какой-то График Просто Потому Что Одному Своему Клиенту Пообещал Сделать Анализ Трафика И Не Выполнил И Решил Чем-то Его Удивить Удивил Блин Вот Не стоило Теперь Они Не знают Что Делать Вот И Вот Это Сейчас Вот Этот Вопрос Последний Который В Презентации Но Не По Значению Он Очень Важный Потому Что Мы Конечно Не Управляем Тем Что На Нас Льется Мы Не Управляем Реакцией Людей В Любой Момент Может Случиться Все Что Угодно Я Не знаю Ну Ну Вот У нас Допустим Сейчас Хит Сезона Именно Сезона Наверное Уже Даже Ни Недели Ни Месяц Это Петров И Баширов Вот И Вот Я Абсолютно Уверен Что С точки Зрения Временной Линии Там Какой Нибудь Могло Получайно Получиться Так Что Никто На них Внимание Не Обратил Ну Просто Все Похихикали И Разошлись Но В Какой Момент Это Оказалась Самоподдерживающаяся Система Вот И Понять Кто Нам Нужен Нужен Ли Нам Этот Петров И Баширов Сколько О них Следует Сказать Сколько Дать Нашей Аудитории Потому Что Недавно Ну Как Я Каждую Неделю Составляю Топ 5 Новостей Конкурентов Помните Я начинал С того Что Это Значит Что Это Такая Вот В общем Рутинная Работа Все Этим Как-то Занимаются Ну Да Конечно Но Но В каждой Рутинной Работе Есть Свои Прелести Потому Что Так Я узнал Например Что В топ 5 Новостей Газеты Ведомости Две Недели Держался Материал Который Называется Самые Приличные Мемы Про Петрова И Баширова Да Ведомости Вот Ну То есть Это Большой Сигнал Да О перевороте В серии Там Редакционной Политики Еще Чем-то Еще Чем-то Не стоит Конечно Делать далеко Идущие Выводы Как Говорил Виктор Олегович Пелевин Предоставив Идти Туда В одиночество Но Слушайте Это Не должно Такого Быть Это Не похоже На Продукт Ведомостей И В общем Значит Теперь Я даже Наверное Пока Готов Чтобы Вы Задавали Вопросы Верите Либо В Пейвол Для Новостных Изданий Не только Касательно Белорусского И российского Рынков Понимаете Этот вопрос Довольно Сложный Он Почему Сложный Потому Что Вот Допустим Я Когда-то С Огромным Удивлением Узнал Что Любые Пассажирские Перевозки По железной Дороге Убыточные Всегда За них Платят Грузовики Ну В смысле Грузовые Перевозки Вот И Например Там Я не знаю Блумберг Который Самый Недавно Ввел Пейвол Достаточно Мягкий Пока Для всех Очень Долгое Время Абсолютно Нас Никого Не Колыхал А брал Тихонечко С предприятий По 25 тысяч Долларов За доступ К терминалу Вот Нормальный Такой Пейвол Очень Очень Удобно Доходы От Пейвола Входили В Ключевые Метрики Блумберга И Среди Других Метрик Это то Как Журналист Повлиял На рынки Своими Материалами Вот Я опять Вспомнил Этот скандал С китайскими Ребятами Которые Которые Сломали Это Одна История Вторая История Случается В том Что Люди Вообще Да Готовы Платить Но Готовы Они Платить Совершенно Не За Новости Они Готовы Платить Как Мы Теперь Знаем За Упаковку Смайликов Одноклассники За Комплект Синих Кристаллов В Какой Нибудь Игре За Музыку Очевидно За Подписку На сериалы Про Ментов Мы Точно Знаем Что За Это Люди Готовы Платить Они Платят За Это Они За Игрушки Платят Вот Например Гигантское Огромное Просто Царство Игрушечников Там В Стиме Или Там Игроков В Игровую Консоль Они Значит Готовы Платить Они Готовы Подписываться Еще Что-то И При Этом Они Допустим Жадничают Купить Майкрософт Офис За 5 Долларов Который Стоит В 2-3 Раза Меньше И Принесет Им Денег В 100 Раз Больше Удовольствия Правда Не Принесет Соответственно У меня Есть Ощущение Что Новости Это Не тот Продукт За который Люди Готовы Платить Просто Когда Их Называешь Так Новости Возможно Они Готовы Платить За что-то Другое И В принципе Нельзя Сказать Что Допустим У Белла Есть Paywall Но Нельзя Сказать Что Мы Зарабатываем Только На рекламе Наши Например Мероприятия Закрытые Они стоят Довольно Дорого Они стоят Треть Тони Робинса Маленьком Его В самом Дешевом Варианте Тони Робинса Самый Дешевый Билет Тони Робинса Стоил 500 Долларов Ну Мы Берем Примерно По 150 200 Вот Будем Собираемся Повышать Чек Для этого Разрабатываем Много Чего Или Допустим Многие Люди Мы Опрашивали Это очень Круто Опросить Каких-то Ваших Явно Читателей Лояльных И спросить Их Не то Что нам Делать А что Их Мучает Например Вот Мы Спросили Однажды Провели Несколько Опросов Лиза Про Инку Кстати Есть Профайл Про Забел Там Она Упоминает Такую историю Называется Все это Называют Design Thinking Значит Короче Школа Конструктивного Мышления Если по-русски Вот Значит И там Ты Ты Вычленяешь Что болит У человека А потом Думаешь Какой Какой Товар Он сам Не знает Какой ему Нужен Товар Если бы Там Ну Айфон Не изобрели Если бы Он Сказал Что ему Ну Никто Не знал Что ему Нужно Там Тыкать Пальцем Допустим Да Это Удобно Вот Ты Создаешь Продукт И его Придерживаешься Который Должен Эту Боль Снять И Например Мы Вот Выпустили Недавно Экспериментально Продали Достаточно Успешно Этот Как его Аналитический Отчет Одного Из лучших Аналитиков России По цене Стоимость На порядок Ниже Ну как Нет Не на порядок По стоимости Примерно Соответствующей Месячной Подписки На Телеканал Дождь Вот Значит И Мы продали Много Причем Мы не делали Никакого Маркетинга Вообще Ничего Не делали Прямо Зашло Мы знаем Теперь Что мы Будем Это Делать Потому Что Это Интересно Потому Что Существует Боли Людей Мы Когда Их Спрашивали Проводили Вот Это Глубинное Интервью И В результате Мы Таки Выходим И Понимаем Что У одного Человека Две Проблемы Внимательно Значит Первая проблема Как развивать Свой бизнес В России А вторая Как свалить Из России И вот Мучается Человек Между этими Двумя Проблемами Но это Очень характерно На самом деле Естественно Там Многие На перепути Поэтому Было Здорово Допустим Выпустить Аналитический Отчет Под названием Что Делать Если я Хочу Хранить Деньги В иностранном Банке Или Хуже Храню На это Есть Какой-то Спрос У нашей Аудитории Я подчеркиваю У всех Все аудитории Очень индивидуальные Собственно Когда рекламодатель Пытается к вам Проникнуть Это означает Что он Исчерпал Возможность Таргетинга Другими Более Технологичными Способами И что он По крайней мере Еще верит И надеется Что у вас Действительно Есть доступ К какой-то Важной Для него Аудитории И это Достаточно опасно Если вы Не верите В собственный Продукт Потому что В какой-то Момент Может оказаться Что Ну да Знаете Мы посчитали Оказалось Что это Совсем Не те Потому что Все чаще Они требуют От вас Не знаю У вас Появилась Эта Штука Или нет У нас Стали требовать Ставить Пиксели Фейсбука Принадлежащие Значит Рекламодателю Чтобы он Потом Когда Все Открутится Взял Эти данные И Создал Аудиторию Лук-лайк Которую Потом Начинал Бомбардировать Уже На собственные Деньги Таким образом Транзакция Не подразумевает Того Что он В следующий раз К вам Придет Она Подразумевает То Что он Просто Не знает Откуда Взять Аудиторию Но верит Что На данной Площадке Она Хорошая И Будет Много Таких Историй Самых Разных То есть Что-то Сейчас Выдумали Сейчас Делается Так Что-то Еще Выдумай Будет Еще Что-то Так что Заканчиваю Отвечать На вопрос Про Paywall Я Также Хочу Подчеркнуть Что Бывает Такая Ситуация Когда Paywall Вводится И Продвигается Как Paywall Значит За новости Или за Что-то Еще Но По факту Покупатели Перемигиваются Друг С другом И Платят За что-то Другое Характерный Пример Телеканал Дождь Я Подписываюсь Потому что Я смелый Я не выйду На площадь Но Я Подпишусь На журнал Дождь Вот Эта Стратегия Сработала Но В долгосрочном В долгосрочной Перспективе Нет Не сработало Ну Может Еще Сработает Если Что-то Произойдет Не знаю Прошу Не считать Это выражением Надежды Что что-то Произойдет Просто Вот Такой Бизнес Этот Одно Из преимуществ Использования Технологических Решений Для задавания Вопросов Это Анонимность Она правда Условная Но об этом Мало кто знает Следующий Пользователь Который Скрывается Под ником ТН Задает вопрос Интересный Но делает это Без уважения По-моему Как сделать Постоянным Читателем Тупого Линьевого Избалованного Пользователя Столько шуток В ответ Просто Ну там У нас например Есть российская газета Она вот так делает Значит Это просто Вот это единственное число Оно просто прекрасное Но на самом деле Послушайте Тут несколько ответов Значит Один ответ Нужен ли вам такой пользователь Вам надо решить Вот у ведомостей Есть ответ На этот вопрос Я в самом начале Рассказывал вам Все что Малоконверсионно И идет Там с каких-нибудь Обменников Они ему показывают В два раза больше рекламы Это прекрасная штука Вот была такая история То ли про инженера То ли про академика Какого-то Который По-моему Про инженера Который уже вышел На пенсию Значит Живет на даче И все И все Кто к нему приходят С огромным трудом Открывают калитку Значит И ругаются на него Что ж ты такой Значит Инженер Прекрасный Гениальный А все Калитку себе Не починишь А каждый раз Когда они Значит Открывали калитку Они закачивали Пять литров воды Куда-то Значит В бак Вот Это в общем Тоже медиа Стратегия Да Если Если вы Понимаете Что вам Не по пути То и не надо Его склонять К Переучивать Не надо Да Вот это Вот Вот это Народничество Оно В общем Не очень Вот Но Значит Это один Ответ На вопрос Другой Ответ На вопрос Что Здесь Понимаете Это все Вот очень Ветвится Помните В Людях Черном Три Был парень Который Видел Сразу В пяти Измерениях Вот И у него Все время Реальность Ветвилась Понимаете Вы Когда Работаете Над целевой Аудиторией Вы же Не говорите Себе Так Так Наша Целевая Аудитория Это Ну я не знаю Там Торговцы Спортивным Питанием Средней руки Да Мы так Не говорите Вот Вы Делаете Несколько Сегментов Вы понимаете Что кто-то Из них Будет Покупать Кто-то Из них Придет На какое-нибудь Мероприятие Кто-то Из них Просто Ваши Знакомые Кто-то Из них Посмотрит Рекламу Кто-то Кто-то Условно Говоря Надо С ним Постепенно Вести Олигофренопедагогику Какую-то Допустим Если человек Пришел Из Дзена Яндекс.Новостей Или еще Откуда-то Он не знает Куда он пришел Ну серьезно Он не знает Он даже В случае Дзена Он не знает Что он пришел С Дзена Он пришел С нулевой страницы Открывающейся У него в браузере Просто откуда-то Умный интеллект Умная машина Ему показала Вот эту штуку Тогда я Вот не шучу Просто я Если честно Слишком трусоват Чтобы предложить Это Беллу Вот Я думаю Что надо его Поприветствовать Здравствуй Ты На вот таком Интересном сайте Дружок Вот И у нас есть Столько-то Столько-то возможностей И самое смешное Что когда Вот вы видите Это при заходе На сервис На какой-нибудь У вас ничего Не екает Когда вы С интересом Читаете About us А вот Когда С медиа Ожидается Почему-то Что это медиа Все знают Ну В общем Наверное Нет Вот И есть Наконец Третья история Которая заключается В том Что Что Действительно У людей Может Не оказаться Интереса К Новостной информации Но это не обязательно Они глупые Их может быть Такими сделали Если Вот Я просто Не представляю Себе Я довольно много Провел семинаров Для Ребята Из российских Районок Но я Не представляю Себе Совершенно Если бы Я Допустим Жил В какой-нибудь Деревне И Только бы Читал Одну Районку Объяснять Что Есть Какой-то Другой Мир Какие-то Объективности И так далее У меня Ну как Я конечно Не жил в деревне Но я жил В Лыткарине У нас есть Там Значит 50 тысяч Человек Как я Люблю Характеризовать 50 тысяч Человек Макдональдс И ни одного Эндокринолога И Две Газеты Значит Лыткаринские Вести И еще Какая-то Новая Эра Что ли Как-то Называется Вот Значит И Там В основном Обращение От мэра К совету Депутатов Обращение От совета Депутатов К мэру И так далее Для кого Это написано Это не написано Для жителей Города Лыткарина Но Я вас Уверяю Что Если кто-то Возьмет Закончит Колумбийский Университет И приедет Делать Журнализм Значит Локал Журнализм Лыткарина Ну И его В конце Концов Встретят У подъезда И я Абсолютно Кстати Не уверен Что при этом Он будет Популярным Журналистом Потому что Я не уверен Что сформирован Такой запрос На такие Новости Да Вот И на расследование И еще На что-то Это большая Проблема Я не знаю Как ее Решать Но Вот тут Вот Мне сказали Что вы Проводите Какие-то Штуки Связанные С медиаграмотностью Я считаю Что Очень важно Медиаграмотность Повышать Хотя бы Научить Людей Отделять Какашку От не какашки Хотя бы На первый Вот На первый взгляд Да Не надо В сортах Разбираться Просто На первый взгляд Отдели Пожалуйста Это очень важно Потому что Я тоже Всегда это Рассказываю Возможно Многие Из вас Слышали Мы Ездили На тренинг Значит В Германию Там Из разных Стран Ребята Собрались Значит Вот мы Туда поехали И перед нами Выступает Какой-то Немец В том числе Там это Воркшоп Был Вот он В рамках Воркшопа Выступает И говорит Вы знаете У нас У немцев Конечно По-разному Все устроено Каждая земля Она Свою образовательную Программу Имеет Но Чтобы вы понимали Вот у нас Там такая-то земля Значит Баварская Не баварская Не помню Не буду врать Вот И у нас На уроке Медиаграмотности Выделено Шесть лет Вот Шесть лет Тебя Гад Учат Критическому Мышлению Недоверию Властям Значит Проверки Фактов Как Смотреть Телевизор Почему Не надо Много Смотреть Телевизор Там И так далее И тому подобное Вот Я бы Очень хотел Чтобы мой сын Ну Чтобы у него Был такой урок Мне не жалко Моего сына Пусть он будет Восьмым уроком Но Но К сожалению Нам в основном Предлагают Какие-то Другие Уроки Насколько Нужный Инструмент Вообще Всем ли Медиа Нужно Обзаводиться Непременно Рассылками Или Нижих Работок Значит Смотрите Абсолютно Нет Рассылка Это не Нужный Инструмент Рассылка Это инструмент С помощью которого Вы проникаете Извините В самое интимное Место В распорядке Дня пользователя Потому что Он вот Наедине Ему ничего не мешает Он раскапывает Что-то На что он Сам Собственноручно Подписался Чего он хотел И В этом смысле Абсолютно Не сработает Допустим Рассылка Которая состоит Просто из последних Событий Какая-то Абсолютно Не сработает Рассылка Которая Не знаю Не учитывает Каких-то Интересов Аудитории Или Допустим Которая Никем не подписана Это отдельный Очень интересный Феномен Когда ты Подписываешься Рано или поздно У тебя появляются Какие-то там Поклонники Враги Но враги Тебя не очень интересуют Они отписываются Чаще всего Вот А так Допустим Петя Мироненко Очень часто ведет Рассылку Вечернюю По-моему Они меняются Просто С Ирой Малковой Поэтому По-разному бывает Но я много раз Видел Люди Незнакомые Пете Подходили Жали ему Руку Спасибо Читаю Каждую Вашу Рассылку Это вот Примерно То о чем Рассказывает Илья Красильщик Когда говорит Что его По голосу Подкаста Узнают Скажите Это вот Вы в подкасте Я вас по голосу Узнал Вот В этом смысле Это конечно Очень хороший Инструмент Построения Сообщества Но если вы Не строите Сообщество Или если вы Сначала Не пытаетесь От человека Добиться Возвращения Или хотя бы Того Чтобы он прочел Больше одной Какой-то Штуки Или как-то Понять его Понять Что он Себя ведет Вот так А для этого Надо трекать Все его действия Не какие-то Просмотры Нажал он сюда На эту кнопочку На эту кнопочку Еще на эту кнопочку Вот Тогда можно Говорить Что да Такая-то Рассылка Вот она Прям огонь Вот есть Например Рассылка Которую все Очень любят Наверное Не знаю Рассылка Тинькофф Журнала Вот Я к ней Привыкнуть Не смог То есть Я подписан На нее По долгу Службы Я подписан На огромное Количество Рассылок На корпоративный Ящик Чтобы смотреть Как и чего Но вот Ко мне Она не зашла Совершенно Вот Так что Читатели Охотно Еще здесь Тут надо Понимать Одно Дело Когда вы Когда вы Говорите Вот нажми сюда И там Вылетит птичка Ты перейдешь На какую-то Веб-страницу Совершенно другое Дело Когда вы Убеждаете Человека Что ему Будет И дальше Так же Интересно Поэтому Он очень Хорошо Должен Понимать Формат Вашей Рассылки О чем Она Как Она И так Далее Он с мороза Ему надо Это объяснить Поэтому Если А такое Часто бывает Если Весь И вся Выжимка Идеи Для вашей Рассылки Заключается В том Что это Ну это Самые Популярные Новые Новости Специально Сказал Новые Вот То Лучше Наверное Не делать Рассылку Ну вот Правда Вот Поэтому Я думаю Я Ответил На Вопрос И Перед тем Ком Перейдем К закуске Все-таки Было Несколько Вопросов Я видел Про Инструменты Вот Я Прошу Подсветить Третий Сверху Сейчас Какие Инструменты Вы Используете Чтобы Понять Какой Контент И Информация Нужны Прямо Сейчас И Где-то Еще Был Вопрос Да Про Анализ Конкурентов Тоже Про Инструменты Ну Если Можно Коротко Да Коротко Конечно Ну Смотрите У нас Нет Такого Понятия Один Продукт Один Менеджер У нас Всего Десять Человек Или Около Того Это Было Бы Слишком Жирно Кто Ж Работать Будет Одним Менеджером Вот Значит Так Подождите Раз В неделю Анализ Конкурентов Ну Мы Используем Очень Просто Это Нужны Для Понимания Значит Для Понимания Редакции На каком Она Свете Значит Я Их Беру Просто С С Лайв Интернета Просто Потому Что Из Других Мест Я Не Могу Взять Я Понимаю Все Как То Сказать Все Там Все Сложности Связанные С Этим Инструментом Да Вот И Значит У Нас Есть Ну Я Показываю Повестку Это Одна История Пять И сколько Каждый Из пяти Набрал Пять Самых Популярных Материалов Вот Эта Повестка Дает Видение Во-первых Масштаба А во-вторых Того Как Меняется Подход То есть Вот Про Про Мемы Петрова И Баширова Вы посмеялись А топ Пять Коммерсанта Недавно Собравший Три Миллиона Материал Собравший Три Миллиона Просмотров Это были Похороны Кобзона Разбитые На два Кусочка Два с половиной Миллиона Собрали По тому же Урлу Галерея Собрала Полмиллиона Док Вот Значит Поэтому Здесь Очень Просто Еще Я Недавно Догадался Тоже До Совершенно Дурной Вещи Но Правильной Каждый Раз Когда Мы Хотим Поругаться Друг с Другом Мы Хотим Понять Кто Виноват В падении Трафика С недели К неделе Значит Мы Повестка Или Господь Бог И вот Эта Штука Эти пять Маленьких Слайдов Они Нам Помогают Это Понять Если Мы Видим Что Допустим Было Всеобщее Падение На Рынке То Мы В общем Избегаем Плетки Семихвостки Мы Понимаем Что Наверное Правда Это Было Затишье А Бывает Так Что Нет Что Такого Затишья Не Было Но Допустим Это Было Осознанное Наше Решение Такое Характерное Решение Было Связано С Чемпионатом Мира По Футболу Который Мы Нарочито Плохо Покрывали Потому Что Ну Мы Типа Деловое Издание Сейчас Мы Думаем Что Ну Да Иногда Может быть Трафик И Не Тематический Тоже Очень Даже Вкусно Пахнет Вот Но Я думаю Не скоро Еще Будет Следующий Чемпионат Мира По Футболу В России Вот Значит И Какие Инструменты Используйте Чтобы понять Какой Контент Информация Нужна И сейчас И там Главная Подпись Такая Кроме Сео Как будто Мы Сеошим Что-то Вот На самом Деле Мы Сейчас В начале Пути По Поисковой Оптимизации Используем Причем Мы Поисковую Оптимизацию Не для Того Чтобы Нагнать Трафик А для Того Чтобы Понять О чем Нам писать Дальше Причем На какие Вещи Может быть Спрос Например Как платного Контента То есть Допустим Буквально Прошлую Неделю Я Взял Посмотрел Куда Переходили Люди Отбросил Какие-то Новостные Явно Совершенно Невечные Вещи И Понял Что Нашим Читателям Очень Интересны Две Темы Это Крипто Дурова И Счета За границей Иностранные Вряд ли Мы будем Писать Платный Контент Про Дурова И Криптовалюты Но Значит Скорее Всего Мы Попробуем Что-то Сделать С Иностранными Счетами Будет ли Это В формате Инструкции Что с ними Делать Или еще В каком-то В формате Это Предстоит Вызнать Для этого Кстати Если кому-то Интересно Мы используем Ну как мы Я Используем В серч-консоли Гугла Прекрасный Инструмент Ранжирования По сети Ару Не по Количеству Запросов Просмотров А по сети Ару Предполагается Что человек Знает Куда он Заходит Он задает Какие-то Более-менее Осознанные Вопросы В рамках Кластера Запросов И если Ответ Который Ему Выдан Показывает Высокий Ситиар Если он Спрашивает Допустим Что мне Делать С иностранным Капиталом За рубежом И Оказывается Что Каждый Третий Допустим Из тех Кто запрашивает Этот запрос Переходит То это Значит Что Наверное У нас Это Как-то Интересно Выглядит Этот Сниппет И так Далее Можно Подумать В том Направлении А как Добавить Туда Ценность То есть Это Вот такая Пока Штука Она Не Очень Технологичная Конечно Ее Надо Делать Более Технологичной Инструменты Мы сейчас Используем Да Господи Самый У нас Два Инструмента В основном Одна Это Аналитика Просылки В том числе Для понимания Как что Растет И там Почему Оно Стреляет Почему Не Стреляет Дэшборд Недавно Запустили Самописный И плюс Аналитика Мейлчимпа Вторая История Это Я Очень Люблю Расставлять События В Гугл Аналитик Если Что-то Интересует То Я Очень Всегда Стараюсь Это Как-то С этим Разобраться Это Важная История Потому что Не всегда Понятно Что Именно Зашло Воронки Самые Посещаемые Могут быть Не самыми Очевидными Иногда Ты видишь Что это Просто Какие-то Странные Люди Много Всяких Каких-то Вещей Главное Что События Позволяют Принять Решение Не Оборачиваясь На Такое На Какие-то Эфемерные Вещи Потому что Может быть Тебе просто Повезло И пришла Куча Народ А может Была Прекрасная История Как прекрасная Она Ужасная Помните Убили Журналистов В Центрально-Африканской Республике Вот И в тот Момент Я Запостил На Reddet Наш английский Материал Посвященный Этому И Через Примерно Пять Бессонных Часов Он оказался На первом месте На главной Странице Reddet Вот Впервые В моей жизни Я думаю В жизни Беллы Вообще Вот Значит Мы сначала Испугались Что повалится Сайт Нет Сайт Не повалился Уже прошла Эта эпоха Когда они валятся От нагрузки Ну там Много кэшей Вот Но мы не знали Двух вещей Во-первых Reddet Они просто Очень любят Прочитать Уйти Ну Они Внутри Своего Приложения Сидят Там Сейчас Они с мобильника Reddet Очень Большой И Никогда Не подписываются На рассылку Но Что еще Самое Важное Мы узнали Что у нас Не работает Форма подписки На рассылку К нам Пришло 100 тысяч Человек Подписалось 10 Вот С тех пор Каждая Пятница Значит Я пытаюсь Снова Повторить Этот рекорд Уже Чтобы Хотя бы Посмотреть Как и что Произойдет При том Что Конечно Английский Англоязычный Рынок В десятки Раз Больше И За ним Надо Очень Тщательно Следить Вот Ну Как мог Ответил Спасибо И Десертный Вопрос Я попрошу Ввести На экран Да Он может Показаться Фамильярным Но на самом деле В нем Глубокий Белорусский Контекст За всех Александра Давайте Не будем Отвечать Но По крайней Мере По Меди Скажи Ну Как Есть же Прекрасный Этот Не помню Кто из Олигархов Говорил День Из Олигархов Или Это был Медведев День Денег Нет Деньги Будут Не Не А еще Было Именно Вот Такое Не Помню Кто Сказал Значит То ли Гусинский Ну Не важно Ну Слушайте По-моему В том же Профайле Инк Написано Что Лично Мы Планово Убыточны И Если Мы Такими Останемся То Это Будет Конечно Славная Охота Но Мы Не Хотим Такими Оставаться Мы Хотим Построить Бизнес И Прям Бизнес Бизнес Доказать Концепцию Что Можно Построить Бизнес Не Не прогнувшись Ни под Кого Ничего Такого Не Сделав Не Зашкварившись И так Далее Значит Это Раз Номер Два Деньги Явно Все меньше В рекламе Потому Потому Что Начинается Огромное Количество Появляется Гигантское Количество Инструментов Которые Позволяют Привлекать Людей Минуя Медиаплощадки Ну Там Начиная С Того Что Все-таки Менеджеры Работавшие Форвард Менеджерами Значит В агентствах Наконец-то Выучили Диджитал И стали Уметь Составлять Какую-то Рекламу В фейсбуке Значит А кстати Многие Медиащики До сих пор Нет Вот Значит И Заканчивая Тем Что Допустим Такие же Ребята Как Яндекс Дзен Очень активно Теперь Продают Свой Трафик Тем Кто Захочет Заплатить Здесь Медиа Уходит Из Вообще Из цепочки Ну Это есть В Дзене Это есть В программе Для авторов Вконтакте Которые Фактически Там Делают Огромную Нативную Биржу И никаких СМИ Там нет Поэтому Я думаю Что Деньги В человеческих Отношениях В создании Ценности Которая Очень по-разному Может Появляться Для каждого Медиа Она будет Индивидуальной К сожалению Но Я очень верю Например В какие-то Вещи Как бы сказать Очень Неожиданные Очень Прикольные Какие-то Например Я совсем Не целевая Аудитория Но Таким удовольствием Подписался На Календарь The Scheme Там За 2 Или 3 Доллара Тебе делают Календарь И этот Календарь Он Состоит Из Прекрасных Совершенно Подводок Что сегодня За день Или какое Будет важное Событие Почему ты Об этом Должен Вернее Должна Там Женская Аудитория Значит Знать Вот тебе Ссылочка В описании События Там и так далее И тому подобное Это Вообще Огонь И Это Незанятый Абсолютно Рынок Вот Как только Ты начинаешь К человеку Относить Как только Ты проникаешь В календарь Человека Очень Многое Меняется Вот И И ты Становишься Правда Еще больше Сервисом Вот Я Верю Например В Рынок Подкастов Но не так Как у него Верят Все остальные Рынок Подкастов Западного Толка Это Такой Весь Себя Сторитейлинг И возрождение Радио Вот В деньги Там Я не верю Потому что Сейчас Очень Низкими Темпами Они растут На западе Каждый раз Они выглядят Очень круто Вот смотрите Как мы Забабахали Вот это Но Не приносят Денег Я верю В рынок Подкастов Китайского Образца Платные Подкасты Которые Дают тебе Толчок В карьере Образовании В информировании И так далее Есть прекрасная Статья Там написано Что вот этот Рынок В Китае Составляет 7 миллиардов Долларов Для сравнения Рынок Американских Подкастов По-моему Дорос до 400 миллионов Или около Того Вот Так что И главное Китайцы Китайцы Все-таки С сравнительно Низким Их уровнем Жизни Платят В месяц За такие Подкасты По 29 долларов Как только Тебя прижимает Как только Ты А ну да У нас нефть Как только Ты должен Работать Чтобы выжить Ты начинаешь Карабкаться По социальному Лифту А у тебя Тебе некогда Читать Тебе некогда Писать И ты через уши Потребляешь Учебники Важных Каких-то Людей Анализ Событий И так далее Это ждет Своего Первооткрывателя У нас есть Арзамас Но он такой Ну Такой Такой Вот Но Очень Благонравный Но В общем Без этого Можно обойтись Хотя Когда ты Послушаешь Несколько Ты не понимаешь Как ты без этого Обходился Вот Но там Вот это даже Момент получения Новых знаний Он вообще Бесценен И он может Монетизироваться Я например Когда ездил Ну вот Каждую неделю Я езжу К нам в офис На общее собрание Вот И Слушаю Когда выходит Новый курс Арзамаса Я прекрасно помню Буквально На каком шаге Я узнал Как там Восстанавливали Мастера И Маргариту Как еще Что-то Это прям Что-то Мое личное Со мной навсегда Где я получил Знания От Важного человека Вот Ну Это прямо Знаете Ощущение Последнее Я скажу Ощущение Как Селлинджер Писал Что В В этом Как его В Воржи Короче Значит Что Хороший писатель Это тот Кому ты хочешь Позвонить По телефону Вот И Хороший Медиапродукт Подписной Это тот Который Оставляет У тебя Такое ощущение Которое Ты не можешь Воспроизвести Другими Способами Вот Поэтому Поэтому Там Печу Мироненко Так любят Поэтому Разомас Все такие Да Там Секретные Рукопожатия Слушателей Разомаса Какой-нибудь Да Вот Поэтому Все сбиваются В сообщество Так что Я думаю Что деньги Вот В этом Конце Его Невозможно Воссоздать Механически Вот Ну и Для медиа Это наверное Единственная Вещь Потому что Все остальное Отберут Платформы Но Очень скоро Спасибо большое Итак Медиатех Медиатех Это и Каналы Это и Непрерывный Анализ Цифр Это и Финансовые Потоки Но в первую очередь Наверное Это такой Специальный То что В английском языке Выражается Емким словом Mindset Да И вот Человек У которого Такой Инномедиатехнологичный Mindset Мы сегодня И Пообщались Давайте скажем Спасибо большое Александру Амзину Пожалуйста Человеку Который встал Сегодня в 4 утра И отпустим Его на следующую Деловую встречу Субтитры